Не знаю, насколько у нас получится снимать ежедневные влоги, но мы попробуем. День второй. Мы на пляже Отрада. В том же, где и в том году. Почему? Потому что... Мне нравится. Ну, во-первых, мы включили навигатор, и навигатор почему-то нас привел на этот пляж. И мы решили, что, наверное, это судьба. Бабушка Демиду такую шляпочку подготовила, она такая смешная, тут она ощущает от сон. Ну, то есть она специально, ее можно мочить. Говорю спасибо девочкам с инстаграма, потому что они сразу давали советы, где на кисеть пляжах нет водорослей. Вот мы на пляже Отрада, здесь водорослей нет. Они есть, только они там в глубине, а тут с краешки нет. И, в принципе, для детей комфортно. Да. Она много надо. Ой. Хватит. Не к в моем купальнике. Хватит. Ну, хватит. Не кричи, он еще мягенький. Надо, чтобы он был твердый такой, жесткий. Да? Да. Вот. Сегодня пасмурно, но это радует. И мы взяли не, как обычно, диваны, а взяли прямо на берегу, потому что очень жарко. Эти. Лежаки взяли. И смотрите, что здесь на пляже для людей подготовили. Это прикольно очень. Идем, не надо, малыш. Вот, видите, гамаки прямо в воде. Это круто. Мне очень нравится. Мои помощники. Для Демида, для Доминики и для меня в том числе. Это Лера Штадзе детский. Это стоит 50. Он просто такой мощный. От него никто не сгорит. Никогда проверено. Также у меня есть Эйвент защита SPF 30. Это на случай. Если вы хотите слегка подзагореть, но чтобы кофе все равно не защищало. И вот гарьер. Я люблю масла. Это новиночка. Существенное масло-спрей для загара. Это стоит хоть масло. Но это если вы очень смелая, как я сегодня. Потому что сегодня пасмурно, и я хочу подзагореть. Поэтому я нанесу на все тело вот это масло, а на участке, как переносится, например, подбородок, то есть убирающие части, плюс плечи, например, грудь, наверное, что-то. Это на всякий случай. Я не хочу. Быстро играть! Быстро играть с братом! Бегом! Кто говорил, что крепостное право отменили? Не ты, но выражаете себе детей и слегка пиньки. Мои маленькие рабы. Ты знаешь, как можно играть? Я говорю, кто крепостное право отменили? Рожайте себе детей и продолжайте крепостное право. Смотри, бросаешь мяч в море, а он приносит его к тебе. И ты так играешь с морем. Так и давай вперед. Так, а ну иди с братом поиграть. Нет. Да не пищи как девчонка. А что ты орёшь? Так же мы с тобой идти, мы привыкли к игрушке, мячи. Почему? Если есть в Добранице, то всё это можно купить там. Но так как мы ехали на машине, у нас большой багажник, то мы просто резали все с тобой. Как удобно. Когда находишь вещи своих детей, как на пляже? Давай поиграем, мячи. Давай, мама. Сейчас. Здрасте, Дюйда. Делай на себя круг. Убегай от меня. Убегай от меня. Димит нашёл себе подружку. И всё. С водой теперь точно не достать. Я быстренько хочу показать вам уход, который взяла с собой уход за волосами. Это линейка, которую в инстаграм я вам уже показывала и её хвалила. У меня стали меньше выпадать волосы. До этого просто осыпались. Я уже сдавала анализы. Ну, в общем, много чего было. Это целая история эпопеи у меня с волосами. В линейке здесь маска, бальзам, шампунь и такой специальный уход, который пипеткой вы наносите на всю длину своих волос. Их четыре есть разные у меня для сухих и ломких. Вот зелёная такая вот зелёная такая, Botanicals, фрешка. Это лориаль получается и здесь имбирь и кориандр. Вот. Очень приятный аромат, очень такой травками. Но имбирь прям очень хорошо чувствуется. Когда вам жарко, и чтобы вы не потели, но при этом, чтобы не было химии. Вот очень хороший десторант. Он шариковый. Также, если у вас перхоть от Виши, Дермакос, тоже очень классный шампунь, используя его и, можно сказать, скрабирую, потому что он с такими, тут, ну, не знаю, не видно, наверное, с такими частичками скрабирующими. Вот. Это я для Доминики взяла, я сейчас на Botanicals сижу. Также есть масло для кончиков волос специально, лакме, специально, как бы, для лета. Вот. Ну, что у меня тут ещё? Это зубная паста. Это пенка, очень тоже прикольная, такая, как пенка-маска от LR Saloe Vera. Вот. Ну, тут масло для тела. Также в косметику, вот, я смываю. Хотя больше люблю, когда оранжевое масло. Ну, метелярочка от Гриньер с оранжевым маслом. Ну, это тоже неплохое, но то мне больше нравится. Это я в аптеке купила вчера. Надо было привести после дороги свою кожу в порядок, но при этом я всё равно взяла и свои маски. Вот это вот мега крутое просто средство. SPF 50, и он хорошо под макияж. То есть вы нанесли его, этот крем, и нанесли макияж. Очень классный. Ну, для лета это тоже идеально. Но не на пляж. Он сильно сухой, поэтому его только, ну, когда вы куда-то идёте. Я ещё не писала пост. Вот, у меня тут тоже есть уход от Ля Рожь Позе. И сейчас это мой любимец. Просто мой любимец. Вот. Сначала я наношу от Ля Рожь Позе. Тоже получается такая, как сыворотка с витамином В5. Фу, пытаюсь быстро сказать. Вот. Это гиалуроновая кислота. Это подглазки крем тоже с витамином В5. Это серия. Её можно найти в аптеке. И тоже вот кремчик. Очень классный. Такой еле-еле лёгкий аромат. Очень приятный. Также я взяла с собой Джен Де Стре и Акватеналь. Джен Де Стре это такой крем. На ночь он работает 12 часов. Это если ваша кожа требует питания. Вот на ночь наносите. Также Акватеналь. Это такая маска. Но я её тоже наношу на ночь и не смываю. Хотя, в принципе, можно смывать. Ну, тут тоже как пробничек крема. Тоже очень жирного Джен Де Стре. Сюда я положила пуприкушки разные и витамины. Я пью витамины. Валерьяну, кстати. Употребляю время тревни, когда у меня болит голова. И чтобы не пить таблетки, я пью валерьяну. Ну, он так слегка расслабляет вашу нервную систему. Но я выпиваю сразу там несколько таблеток. Вот. И не лечит она. Я купила пантагар. Это для волос. Витамина не заканчивается. Я начну штуки и принимать. Также я пью мастодианон. По рекомендации врача. Просто как, ну, как, можно сказать, раз в три месяца. Вот так вот. Также я дофолк. Где-то фолк. И где-то у меня ещё был йод. А, йод я вам показала. А, ещё я пью омегу. Омега-3 я купила в Египте. Омега-3 я купила, если надо пить постоянно. Ну, так вот. Страмон у меня, потому что голодные боли. Макароны. Ну, ты же не можешь есть одни макароны. Вот, Ника, а то и тебе лучше ешь одни сосиски. Да. А ты не ешь. Почему? Это хорошие сосиски, специально детские. Макароны полезные. А сосиски нет? Сиски жирные. Сильно жирные? Но они детские, они специальные такие. А, выбираем мороженое, да. Это мороженое не берём, но сильно жирное. Мальчик Пепе. А салат? Молодец, салат весь почти съел. Как раз таки макаронов много не надо, потому что они не самые полезные. Но это из твердых сортов. Но всё равно это мучное. Ну, да. Особенно это говорит Ника, у которой три раза больше насыпано макароны. Они, они кушные. Они всё равно кушные, я их всегда люблю. Так куша, я шучу. Я сейчас детвору оставлю, сама пойду в торговый центр. Тут рядом торговый центр, вот сразу, рядышком с домом большой, с кинотеатрами, в общем. Там продуктовый магазин большой, и мне надо снять денежку. То есть, знаете, к чему я это говорю? К тому, что очень удобно, квартира расположена. Вот как эту бандуру парковать в местах, где вообще очень мало мест для парковки. Мне реально очень тяжело парковать этот автомобиль. Мой не маленький, это вообще бандура. Я хотела такой топ, такой гладкий, без бретелек и трущики с высокой талией под платье жуткое. Но не нашла, вот я нашла в Фессер Айси, вот только такой. Но опять же, в Киеве я бы нашла, а в Одессе нет, но не могу. То есть мне нашли такой без бретелек. Можно было бы взять, например, телесный или черного цвета, такой как боди, тоже без бретелек. Тоже хорошо посмотрелось. На опять же, надо искать. У меня времени нет. Ну, по крайней мере, я хотела деться завтра. До завтра я просто не успею. Так, что это? Мама, что ты здесь делаешь? Лечусь. Я приехала в Одессе лечиться. Да, мне кажется, ты немного ошиблась адресом. Трусковец с другой стороны. Нет, лечиться можно везде. Особенно там, где есть море. Чего, мама, тут синяки? Так, иди отсюда. Кто это уже, маму, бил? Дема, да? Дема? Это солнце. Это солнце, да? Мама, мама сгорела. Нет, мама не сгорела. Мама, в отличие от сестры, умеет загорать. Ну, ладно, Дема, пошли. Не будем мешать маме кайфовать. Кайфовать! Теперь там Лену массажируют. А я веду няньки. Смотрите, какое количество игрушек. Как в магазине с игрушками. И мой маленький, ну, как всегда, Сонник. Надо спеть и здесь. Где только можно, даже в заведениях. Поела и... Смотри, витает. Смотри, витает. Ника просто витает. Говорит, где я? Смотри, витает. Не хватает. А ну, хватит. А ну, хватит. Слушай, вообще погонит. Это уведенение. Угоденение. Не хватает уведенения, да. Потому что, вроде бы, не может быть... Смотрите, смотрите. Не может быть, что она в квартире, где-то так визжат, вообще. Нет, нет, нет. Смотри, вы неожиданники, преступники, вот они. Ловим, ловим, ловим. Вот 24 лет, и она захотела уведенение. Время... 23,54. Мы спим, да? Каюсь. Мы не спим, но мы не можем спать, когда вышел... Дурнев смотрит. Да, новый выпуск Дурнева. Я обожаю. Мне нравится. Не только ты обожаешь. Вот. Ну, прикольно. Я люблю семки. Я люблю смотреть Дурнева. И я люблю спать. Поэтому я решила съесть семки, посмотреть Дурнева и пойти спать. И на этом я свой влог заканчиваю. Пишите в комментариях, что вы смотрите в YouTube. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока.